Всем привет и добро пожаловать на марафон по техническому рисунку от Fashion Vector Design. Сегодня мы с вами будем рисовать брюки женские. Что же мы будем делать? Открываем Adobe Illustrator и мы создаем новый файл. Рисовать мы будем по фотографии. После этого файл открыть. Выбираем, где же находится наша фотография. Вот у меня есть брючки. Открываю их. Они опять у меня открылись в другом файлике. И их переношу в мой рабочий файл. После этого осуществляю масштабирование. Кладу их на мою рабочую область и блокирую тот слой, на котором у меня размещена данная фотография. Вот они брючки. Я предпочитаю брюки рисовать по фото. Потому что в данном случае вы сможете лучше переснять тени, которые существуют. И также лучше переснять их облегания. Я выбрала простые пятикарманики. Это модель наподобие джинс. Прямого силуэта, слегка зауженная к низу. Нарисовать их на фигуре будет сложнее, либо на болванке. С чистого листа еще сложнее. Поэтому мы будем использовать непосредственно фотографию. На данной фотографии все хорошо видно. И как вы видите, здесь нам можно будет разгуляться по отстрочкам. Итак, взяли фотографию, загрузили в файл. Слой заблокировали, создали новый. После этого что мы делаем? Отменяем заливку, выбираем цвет черным. Хотя в данном случае я буду рисовать не черным, а зеленым. Объясняю почему. У меня есть черные тени. Когда линия будет попадать на эти тени, ее не будет видно. Я выбираю максимально контрастный цвет, который в дальнейшем я переведу в необходимый мне, то есть черный. Итак, мы с вами начнем рисовать с одной ноги. Выбираем инструмент перо. Цвет у меня будет салатовый, зато его будет хорошо ярко видно. И начинаем рисовать ножку. По точкам, идем по форме, хорошо видна линия бедра. Данное изделие, оно прилегающего силуэта, здесь уже без слова полу. Полностью оно облегает, только после коленки идет некоторое спрямление. Соответственно, рисуем точка за точкой нашу с вами половинку брючек. Отлично. Как вы заметили, я не стала делать прямоугольник, я просто провела линию. Потому что мы прям целиком не будем их туда-сюда зеркалить, мы сейчас будем их сразу делать на них зеркальное отражение. Я правлю немножко те зоны, которые считаю, что они будут на эскизе не очень хорошо смотреться. Например, вот эта внутренняя поверхность бедра, она здесь, ее видно немножечко, она такая объемная. Я бы не хотела, чтобы она у меня была на эскизе, поэтому я ее поправила. Теперь выбираю ту половинку, которая у меня получилась. Инструмент зеркальное отражение. Отражаем. Как видите, по фотографии две ноги, они не симметричны. По техническому эскизу будем их делать симметричными. Объединять мы их не будем, у нас здесь с вами есть шов. Далее мы рисуем с вами пояс. Пояс будем сразу для всех брюк рисовать, соответственно. Выбираем. И перышком аккуратненько прорисовываем. Еще один плюс рисунка по фотографии. Вы можете очень четко все детали отрисовать и передать. Самостоятельно на манекене это могут сделать только либо очень опытные люди, очень грамотные рисовальщики, закройщики, конструктора, ну, либо же опытные-опытные дизайнеры, которые имеют богатый опыт отшива изделия. Если вы рисуете прямо вот на чистом листе. Если же вы рисуете на манекене, на болванке, такого плана вещи, они комфортнее создавать их по фотографии. Потом уже добавлять на них конструктивные детали, элементы, так как вам нравится. Итак, вы видите, я нарисовала пояс, я нарисовала объем, который видно, и сейчас нарисую внутреннюю часть пояса, которая мне видна. Это достаточно важный момент, потому что внутреннюю часть ее, как правило, видно, и на ней происходит декорирование. Туда нашиваются лейблы, туда нашиваются декоративные ткани, внутренняя часть пояса может быть выполнена, там может быть какой-то принт, и для того, чтобы это показать, его наличие, там вы должны, соответственно, это учитывать. Так, это мои конструктивные детали. Далее рисуем линию кармана. Здесь мы уже можем рисовать линии, то есть карман будет не фигурой, а карман будет именно линией нарисован у меня. Так, второй кармашек. Хотя, имейте в виду, что если вы захотите залить вот этот кусочек другим цветом, вам нужно, чтобы у вас это был объект. Так, теперь у меня здесь пятый кармашек есть. Это брючки, их называют часто пятикарманниками, потому что на них пять кармашков. Два спереди, два сзади, и один маленький кармашек для монеток находится вот он внутри одного из кармашков. Так, смотрим дальше. Теперь по брюкам я нарисовала конструктивные элементы, детали, которые будут кроиться, ну, за исключением шлевок непосредственно. Я начинаю рисовать уже элементы. Так, смотрите, у меня есть пояс, и я бы хотела, чтобы он у меня разделился, поэтому я рисую линию, большой объект, выбираю пояс и прошу мне их разгруппировать. Таким образом, чего я добилась. У меня был цельный пояс, а теперь он у меня состоит из двух половинок. Вот, смотрите, одна половинка, и вот вторая половинка. Специально это сделала, я его разделила. Так, что мы делаем дальше с вами? Конструктивно мы все нарисовали, я теперь все выбираю, нажимаю кнопочку Ctrl-A, либо мышкой все выбираю, заужаю мои линии, чтобы я лучше видела отстрочки, и начинаю рисовать отстрочки и элементы. Соответственно, это пуговицы, шлевки, отстрочки по карманам. Здесь достаточно много детальной работы, но их надо аккуратненько перевести. Соответственно, шлевочки. Как вы видите, я взяла специально потоньше толщину линии, чтобы лучше видеть, что у меня происходит. Так, шлевка, конструктивно смотрим. Здесь у нас идет закрепка. Идет две строчки. У джинс и брюк, похожих на джинсы, очень важна такая часть, как отстрочки, то есть на них много внимания уделяется, так же, как и на стирке. И будьте аккуратны и внимательны в том, что вы делаете. Так, два-два. Теперь я беру мою шлевку, выделяю ее все элементы. Правая кнопочка мыши «Сгруппировать». После этого нахожу условный центр и копирую. помещаю ее на соседнюю половинку, потому что они у меня расположены в двух сторон. А шлевки, это элементы, они как декоративные, так же они используются для того, чтобы в них вставлять ремень. Поэтому они являются еще и полезными конструктивными элементами. Их не забывайте. Далее рисуем отстрочку по поясу. Видите, у меня есть некоторое непопадание по фотографии, но это не страшно. Теперь шлевочку просим вывести на передний план. Так, в общем, такую же отстрочку рисуем по второй половинке пояса. Аккуратно, как правило, она идет на 0,1-0,2 см от края изделия. Обратите внимание, отстрочки я рисую линиями. Это не объекты. Здесь она уходит под пояс, поэтому я прервала отстрочку. Соответственно, рисую вторую. Для того, чтобы прервать отстрочку, вот вы продолжили, у вас перышко продолжает работать. Нажимаете кнопочку Ctrl и щелкаете мышкой. У вас линия перестает рисоваться. И опять выбираю шлевочку. Прошу ее вывести на передний план. Так, та отстрочка, которую мы только что рисовали по лицевой части, ее точно так же видно и по спинке. Вот она. Опять же, контур сбросили. По низу она идет. Прорисовываем по низу. Контур сбросили. Так, еще на поясе по элементам у нас с вами есть петля. Рисуем петельку. Петля у нас с вами, соответственно, сделана не пунктируем. И сверху на нее накладываем пуговку. Пуговку рисуем при помощи инструмента круг. Чтобы получился круг, нажимаем кнопочку Shift. Тогда у вас будет круглый объект, а не эллипс. Так, и чтобы повторить ту пуговку, которая у нас есть здесь, мы используем мягкий квадрат инструмента. Раз и два. Пуговица у нас металлическая. Сейчас мы сделаем для нее имитацию металлической пуговицы. Градиент радиальный. Сделаем цвет помягче. Таким образом. Соответственно, дырочки займем темным цветом. Черным. Так, сгруппировываем и помещаем сюда пуговку. Поехали дальше. Отстрочки по карману. Это, как правило, двойная отстрочка. Она идет вдоль линии. Будьте аккуратны. Линии должны быть красивыми. Они не должны идти криво. Смотрите, я делаю черную заливку. У меня вылезло черным цветом. Ничего страшного. Выбираю объект. Смотрю его свойства. У меня есть черная заливка салатовая линия. Прошу убрать мне черную заливку. И захожу обратно в обвод. Говорю, что у меня будет эта пунктирная линия. Плюс ко всему, линия получилась кривовато. Я ее правлю. То есть, как вы видите, в данном изделии основная работа идет не по элементам изделия, а непосредственно по отстрочкам и деталям. выбираем. И можно попробовать скопировать данные линии. Я использовала инструмент зеркальное отражение, но мне это не помогло, потому что здесь у меня немножко другая линия у кармана. и я их буду рисовать вручную. Так, раз и два. И, соответственно, вторая линия, которая будет идти в параллели. Раз и два. Так, теперь металлические элементы. Соответственно, круг с заливкой. Чтобы повторить заливку, берем пипетку и просим нам повторить такую же заливку. Ставим на центр кнопка Shift, кнопка Alt. Кнопка Shift позволяет рисовать круг, кнопка Alt позволяет рисовать из центра. Выбираем градиент радиальный. Вот такая она получилась с кнопочком. Я ее сгруппировала и помещаю на правильное место. Теперь на вторую часть кармашка. Далее поехали. Ульфик. Там у нас внутри с вами вставлена молния. Соответственно, мы ее прорисовываем. Control убрали. Продолжаем. Вторая. Так, здесь немножечко я скривила с линией. Сейчас мы ее поправим. Выбираем инструмент Direct Selection. Это у нас белая стрелочка. И немножечко корректируем. Так. По низу брючины у нас идет отстрочка. Мы ее тоже прорабатываем. Брючинки у нас симметричные, поэтому у меня есть возможность сделать зеркальное отражение. Раз, два. И подвинули. Двигу я стрелочками на клавиатуре. Мне, кстати, задают много вопросов, как и что, нужно ли перо. Я работаю на обычном компьютере PC под Windows. У меня стоит Adobe Illustrator версия CC. И работаю я при помощи клавиатуры и мыши. Я сижу, у меня правая рука всегда на мышке, левая всегда на клавиатуре. И я постоянно нажимаю какие-то кнопки. То, что я рассказываю про горячие клавиши, вы можете их найти в интернете и у меня их какие-то посмотреть. Их надо помнить. То есть, если мне нужно отменить действие, я делаю Ctrl-Z. Если мне нужно скопировать Ctrl-C, Ctrl-V. То есть, многие вещи, вы видите, что они осуществляются, но не понимаете, каким образом. Потому что моя рука лежит на клавиатуре. Я нажимаю сочетание клавиш. Я здесь их не выбираю. Их можно все сдублировать. там редактирование, копировать, вставить, отсюда вот их выбрать. Но, как видите, здесь заявлены горячие клавиши. И я автоматически их нажимаю. То есть, у меня это уже вошло в привычку. Если вы хотите профессионально и много работать в Adobe Illustrator, то я вам очень рекомендую их запомнить. Хотя бы основные. Опять же, вы всегда можете их подсмотреть. Есть готовые таблички. И я могу с вами поделиться той таблицей, которая есть у меня. Там не все клавиши сделаны, которые есть в Adobe Illustrator, но те, которыми именно я пользуюсь постоянно. Итак, мы с вами нарисовали отстрочки. Мы убираем картинку сзади. Смотрим, что у нас получилось. Теперь я выберу все при помощи инструмента выделения. Выбираю цвет линии. Выбрала, он у меня стал активным. И нажимаю на черный. Смотрим. Как я вам уже говорила, немножко тонковато. Сейчас я специально сделаю линии более тонкими. И я выбираю те объекты, которые имеют непунктирную линию. И сейчас я попрошу программу сделать для них соответственно линию потолще. Единичку. Теперь еще линия кармана. единичка. И смотрите, еще такой момент. Я забыла нарисовать на маленьком кармашке от строчки. Соответственно, я включаю фотографию, которая у меня под низом находится. Приближаю мой кармашек. Еще раз очень рекомендую использовать лупу. Не пренебрегайте данным инструментом, потому что он бережет ваши глаза. Видите, я начала сейчас рисовать черным цветом. и сразу стало сложно видеть, что же я рисую, где же эти линии. То есть, я продолжаю рисовать отсрочки, просто они у меня теперь черные. То, почему имеет смысл непосредственно рисовать каким-то контрастным цветом, а потом, как я показала, отключать изображение и смотреть, как это смотрится уже с черными линиями. иначе очень тяжело, трудоемко для глаз. Не рекомендую я давать такую нагрузку. Если вы целыми днями сидите и занимаетесь непосредственно рисунком, у вас глаза сядут быстро. Так, еще один момент. Шов по спинке. По крайней мере, надо его обозначить. Обозначаем, делаем его толстеньким, элемент важный. Так, скрываю фотографию и сейчас я по нему сделаю маленькое дополнение. Вот он у меня и шов и, соответственно, он у меня идет в разутюжку. Я туда дорисую припуски, которые не видно. Так, 0,25. Еще при помощи толщины линии вы можете соответственно корректировать важность каких-то деталей. Линию можно рисовать инструментом линия, отрезок линии прямая. Вот. Соответственно, шовчик в разутюжку и центральная часть более жирным отмечена. Так, далее, шлевки. Поскольку они у меня сгруппированы, я беру инструмент прямое выделение, выбираю и задаю толщину единичка. Потому что если я сейчас возьму мой сгруппированный объект и целиком ему задам единичку, вы видите, у меня даже мои отстрочки, все, что было, оно стало тоже толстеньким. А мне нужны только контуры объектов, а все линии отстрочки оставить как есть. Шлевки у меня сейчас прозрачные, чтобы это исправить, я их заливаю белым цветом. Итак, отсматриваем еще раз изделие. Получилось достаточно реалистично, что я люблю дополнять в таком случае. Пока мы делаем черно-белые версии, то есть это наша основа. Во-первых, пояс и саму спиночку делать чуть-чуть темнее. Зачем я это делаю? Для того, чтобы у нас было ощущение объема, о том, что данная часть немножко утоплена назад. наш глаз это воспринимает и вы просто закрашиваете чуть-чуть сереньким цветом. Соответственно, получились ощущения градиентов на металлических изделиях, металлической фурнитуре. Вот соответственно эскиз. но вы уже знаете, что этого мало. Нам нужно нарисовать спинку. Как это сделать? Выбираю все, сгруппировываю, тяну мышкой, нажимаю shift, чтобы она у меня двигалась параллельно, нажимаю alt. То, что я вам говорила, рука на клавиатуре, она от нее не отрывается. Сначала неудобно, потом привыкайте, уже руку с клавиатуры снять практически невозможно. по спинке разгруппировываю. Я отложу пока в сторону шлевки, они мне еще понадобятся. Поскольку у меня нету фотографии того, как выглядит данное изделие, я буду фантазировать. Но данные элементы переда мне не нужны, я их удаляю. Оставляю металлический люверс, тоже он мне понадобится. кармашки, отстрочки, все это мы убрали. Соответственно, вот она моя линия пояса. Теперь мне нужно каким-то образом объединить эти детали. Так, пояс я оставляю. И что я теперь делаю? Я теперь подрисовываю элемент. Так, беру мою половинку и подрисовываю элемент. Так, он у меня слился не с тем, с чем надо. Так, и сюда побольше, потому что мы сейчас будем сливать, будет нормально. Выбираю дорисованный элемент, добираю новую, объединяю. видите, программа приняла редактирование моего нового объекта. Так, вот такая у меня ножка получилась. Вторую ножку я стираю и раззеркаливаю ту ногу, которая у меня есть. Так, соответственно, получилось то, что мне нравится. У меня получилось два полотня спинки, у меня есть центральный шов и надо теперь откорректировать пояс. По сути, спинка рисуется во многом заново. Пояс в том виде, в котором есть, он нам не подойдет. Если вы сомневаетесь, как это должно все выглядеть, найдите фотографию, на которой вы сможете подсмотреть, как это выглядит, потому что пояс будет выглядеть по-другому. Так, вот данные элементы я убираю, они мне не нужны. И теперь сюда я подстрою пояс. Соответственно, он будет немножко по-другому выглядеть, чем тот пояс, который у нас по-переду. Потому что нам нужно добиться хорошей визуальной картинки. Так, немножко угол в центре. Что я делаю? Я выбираю точку и стрелочками сдвигаю. Заливаю белым цветом, получаю ровный пояс, но он у меня должен быть шире. То есть ширину я все равно выполняю такую, какая у меня и по переду. Но если вы знаете, поясом, как правило, цельно кроится, и они у меня должны совпадать. Так. видите, произошло перекрытие. Ничего страшного, у меня у объекта есть белая заливка, я ее убираю, после этого выбираю пунктирную линию и толщину от строчки 0.25. Копирую мою линию и делаю ее чуть длиннее. Немножечко ее убираю. Как вы видите, каждый элемент, который я отрисовываю, я подгоняю под мои требования, необходимость, корректирую его так, как мне нужно. Даже если изначально он мог нарисоваться не совсем корректно. Так, смотрим. Добавим шлевки. Монтаж на передний план. у нас с вами будет карман. Еще один такой маленький совет. Карманы могут быть самые-самые разные, поэтому я вам рекомендую залезть, посмотреть, выбрать карман, который вам нравится, и уже после этого его рисовать. Можно прямо перерисовать какой-то элемент, потом его сюда положить. Я рисую кармашек из головы, как мне кажется правильным, какой бы я хотела видеть. Карманы могут быть разной формы. Мы рисуем более классический вариант сейчас, но это именно элементы дизайна, которые по крайней мере в джинсовой одежде вы будете делать максимально. У кармана как правило есть отсрочка по контуру. Убираем замивку элемента. Здесь будет две закрепки. Вот здесь будет закрепка. Соответственно не пунктирная толстенькая и вот здесь будет закрепка. и он может быть простым, на кармане может быть вышивка, принт, стразы, рисунок. уже элемент дизайна. Мы сейчас сделаем простую деталь, просто сделаем такую петельку, будто бы она выстрочена. Достаточно классический элемент для джинсов. Потом непосредственно конструктора, технологи, либо вы сами, если вы этим занимаетесь, прописывают как, что конкретно должно быть сделано. Ну и она, скажем, будет двойная. Вот таким образом. Теперь я беру кармашек, сгруппироваю и его раззеркаливаю. Это называется суета. Суетиться не надо. Смотрю местоположение по попе, устраивает оно меня или нет, устраивает ли меня масштаб или нет, я могу помасштабировать, сделать их больше-меньше, подвигать их в центре. Кстати, за счет командов можно сделать визуально попу больше-меньше. Вот если я сейчас буду опускать, вот посмотрите, как смотрится, да, можно поднять. Это тоже элемент дизайна. Вы должны понимать, где у вас что находится. Соответственно, ставим металлические заклепочки это дань классические джинсы вот таким образом. Может быть две, может быть одна. Опять же, все определяется вашим желанием. вот у меня получились брючки. Теперь смотрите, я могу их сохранить так, как есть, а могу их еще больше усложнить. Сейчас я выбираю, отставлю, чтобы вы их видели. У меня на них нет заливки. Для того, чтобы сейчас издельно приобрело вид, я выбираю и заливаю их белым цветом. Вот оно мое изделие. Так, и то, как они есть, мы можем еще для них добавить элемент, блокирую данный слой и создаю новый слой, включаю фотографию. Что же мы будем добавлять? Мы будем добавлять тени, куда же без них. Соответственно, прорисовываем аккуратно тени. Они могут быть, их может не быть. Это на усмотрение художника и на усмотрение цели данного эскиза. Нужна ли вам эта тень или не нужна. Поэтому я сохранила вариант без тени. И сейчас мы с вами сделаем тень. Соответственно, сохраним второй вариант с тенью. Пока я рисую просто белым. Как вы видите, достаточно грубо. Мне нужно просто контур тени нарисовать. Рисуйте его вот как вы видите ее. Вон она там есть. Не надо ее делать остроугольной. Рисуйте тень мягкими линиями. Это много дает для плавности восприятия. Еще будут очень красивые тенюшки у нас на карманах. Здесь сейчас будет не видно. уберем эту деталь. То есть тень может накладываться на тень. Она не обязательно должна быть однослойная. Вот здесь по карманам тоже смотрите какая красота. И это можно подчеркнуть. Это придаст красивую изюминку вашему эскизу. Подчеркнуть что будет непосредственно у нас под шлевкой какая тенюшечка. Я сейчас вам объясню в чем вся прелесть и весь кайф того что мы это скопировали на новый слой. Здесь тоже на поясе есть легкая замятость. Я бы хотела чтобы она осталась. Здесь у меня есть легкая тень. Интенсивность тени мы сейчас зададим. Некоторая помятость по гульфику аккуратно. А то может получиться неприятный эффект того что кто-то сходил в туалет. Поэтому черствуйте с гульфиком будьте аккуратны с этой зоной. Вот я все нарисовала сейчас как бы немножко раздрызганно это видно. Я выбираю все поскольку это на данном слое у меня только тени. Отменяю все заливки. Выбираю цвет заливки черный и настраиваю непрозрачность где-то около 17-18. Отключаю изображение и получаю мой эскиз с тенями. Соответственно теперь я могу поправить тени, чтобы они четко соответствовали нашим контурам. Могу дорисовать тени. Я например бы сюда поставила тень. Мне кажется она здесь будет уместна. Это уже художественное восприятие. можете ставить можете не ставить. Для того, чтобы задать этой тени такое же значение как и у других теней, я просто выбрала инструмент пипетка, щелкнула на ту тень, на которую хочу сориентироваться. Здесь хотела бы брать такой активный элемент. Вот так его сделать. Опять же с тенями будьте аккуратны, чтобы не было неприятных эффектов, что как будто в ваших штанах сходили в туалет или еще что-то. Тени, которые у меня на ногах, я копирую, переношу их на спинку, они будут приблизительно похожи. И на попе для некоторых это может быть не очевидно, но вот здесь будет тоже тенюшечка, она будет под попой. Это уже вариация такого усложненного эскиза, но почему бы и нет. Плюс того, что я заливаю тень полупрозрачную черную, когда я залью изделие цветом, все равно все тени сохранятся. Вот таким образом, и могу еще вот здесь добавить тенюшечку, чтобы она у меня была. И ну прям уж совсем, чтобы сделать небывалую красоту, сейчас в карманах добавим, на входе в карман маленькую тенюшку сюда поставим. соответственно, корректируйте, как вы считаете нужным, под нашими непосредственно элементами тоже. И дорабатываете эскиз до того состояния, когда вы понимаете, да, это оно, мне он устраивает. Меня он устраивает. Как правило, технические эскизы, нарисованные в векторе, показываются в двух вариациях, в черно-белой и в цветной. Поэтому у вас эскиз должен хорошо выглядеть и так, и так. вот. Так что мы все сделали. Теперь я разблокирую и сгруппировываю все вместе. Сгруппировать и сгруппировать. У меня теперь все находится на одном слое. И я могу скопировать по соседству. И сейчас мы с вами оценим результат. Зачем же мы рисовали все эти тени. Опять смотрите, у меня не залито. Но наложившись даже на серый фон, то, что я вам говорила, что тень полупрозрачная, вот она все равно задает этот объем. Только те элементы, которые имеют заливки, белые, они у меня отразились. Так, даем белую заливочку. И сейчас я пояс еще залью, чтобы он тоже был беленьким. Соответственно, белый цвет потом можно заменить на любой необходимый. Можно заменить именно на цвет, там имитация денима, можно взять непосредственно залить денимом. Это уже дальше работа, мы сейчас работаем над базой эскизов. В дальнейшем есть еще к чему стремиться, над чем подумать и поработать. вот смотрите, у нас с вами получилось два эскиза. Вы можете остановиться на варианте без теней, вы можете остановиться на варианте, где тени проработанные, и тот и тот эскиз имеет право быть, и тот и тот эскиз как бы является законченным. У нас с вами детально проработаны отстрочки, у нас с вами проработана фурнитура, сейчас мы ее нарисовали так, как она была на фотографии, а если вы рисуете под конкретный заказ, вы можете нарисовать конкретную фурнитуру, какой будет дизайн пуговицы, как правило на джинсах это не пуговица, а именно бьется кнопка, какие будут металлические элементы, какая будет молния и тому подобное. Здесь у нас одна отстрочка по низу, иногда делают две, иногда еще шов отстрачивают, то есть отстрочки они играют важную роль. Если у вас появились вопросы, пожалуйста, задавайте. сегодня была более сложная конструкция, если вам что-то непонятно, я рекомендую вернуться к футболочке, я там прям по шагам, по шагам, по шагам все раскладывала, здесь уже пошла немножко быстрее, для того, чтобы показать новые элементы, которые мы не разобрали, рисовали мы по фотографии, но если вы заметили, то по-другому, не то, как мы рисовали футболку, прямоугольник я не вставляла, а сразу непосредственно уже раскидывала и раззеркаливала. Соответственно, что из этого, какой вывод можно сделать? Каждое изделие, оно индивидуально и не нужно считать, что если я показала так, то нужно рисовать только так, нет, я показываю это для упрощения, то есть данное изделие удобнее рисовать так, данное изделие удобнее рисовать так, рисуйте прямую юбку, рисуйте ее на болванке, рисуйте брюки, рисуйте их по фотографии, вы сами выбираете, то, как вам достигнуть максимального эффекта, визуального, максимально хорошей передачи вашей идеи и при этом быстро, просто и эффективно, то есть вы должны это оценивать. Это мои методы работы, я уверена, что многие люди работают немножечко по-другому, это не говорит, что это плохо или хорошо, просто сколько людей, столько и мнений. Была вас рада видеть, появились вопросы, обязательно их задавайте и до скорых встреч, пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok